Продолжение следует... Всем привет. С Вами Кривуля Андрей Чарли и это четвертая часть урока по Poly-Igon Surface Imperfections. Предыдущую часть сможете посмотреть, нажав на подсказку вверху. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. В уроке мы будем говорить о том, как получить такую сцену, используя текстуры и материалы Poly-Igon. А также Corona Renderer в 3ds Max. Итак, для начала скачаем скрипт для 3ds Max. Для этого, идем в Help, кликаем на Tools & Addons и выбираем Poly-Igon Material Converter Addon for 3ds Max. После чего качаем самую последнюю версию, нажав на данную кнопку. Затем открываем 3ds Max, распаковываем архив в любую папку и просто перетягиваем данный скрипт в окно viewport. В итоге, у Вас появится окно, сообщающее о том, что все установилось и находится в Customize Custom User Interface Категория Poly-Igon. Давайте пройдем по этому пути. Я не знаю, как Вы привыкли делать, но мне чаще всего нравится выводить все скрипты в меню правой кнопки мыши. Для этого я выбираю вкладку Quads, нахожу нужный скрипт, в данном случае Poly-Igon и перетягиваю в правое окно. Сохраняю preset и проверяю положение скрипта в меню правой кнопки мыши. Как видите, у меня появился этот скрипт. Запускаю его. В итоге, появится специальное окно, с помощью которого можно загрузить все Poly-Igon Assets, которые Вы скачали с сайта. В прошлой серии уроков, мы с Вами создавали плитку и ее поверхностные дефекты. В этой части, как Вы уже знаете из превью, мы будем использовать поверхность стола и стакана. Чтобы скачать материал для стола, заходим в категорию Wood и выбираем любой понравившийся. В данном уроке, я буду использовать Wood Fine Dark 001. Открыв вкладку с материалом, Вы сможете посмотреть отрендеренное превью на сфере, боксе, плене и покрутить модель с этим материалом Sketchfab. В категории Models Beta, выбираем данный стакан. Настраиваем модель под 3ds Max и Corona Renderer и нажимаем на кнопку Download. Итак, в сцене я создал такую столешницу и импортировал стакан. Я думаю, что с этим у Вас не возникнет никаких проблем. Теперь запускаем скрипт Poly-Igon для импорта материалов и указываем папку, в которую вы качали все текстуры. В итоге скрипт найдет 3 материала, о чем Вам сообщит данный текст. В списке рендеров выбираем Corona, включаем все опции и нажимаем Convert. Я не буду рассказывать об этих опциях, так как я уже это делал в предыдущих уроках. Скрипт для Maya и Max имеют идентичные опции. После того, как Вы нажмете кнопку Convert, у Вас появится окно, сообщающее об успешном импорте всех материалов. И появится три сферы с этими материалами. Это дерево для столешницы и два материала стекла в разном разрешении. 2K и 1K соответственно. Назначаем эти материалы на объекты и идем дальше. Итак, теперь сразу добавим несколько рендер элементов для удобного управления освещением после и во время рендера. Это C-Shading Light Mix и несколько C-Shading Light Select для источников света. Я думаю, 5 будет достаточно для наших экспериментов. Каждый из этих Light Select переименовываем в Light с определенным номером от 1 до 5. Далее, давайте настроим Layout для удобной настройки источников света. Для этого нажимаем Alt, плюс B. Выбираем данную иконку и для каждого окна задаем свой вид. При желании, Вы можете выбрать этот Layout, но лично мне удобно разделение на три вида. Нажимаем ОК. Затем выбираем Corona Camera и блокируем ее для рендера в настройках с помощью данного замка. Итак, запускаем Corona Interactive. Создаем первый источник света. Позиционируем его таким образом и добавляем в Render Element Light 1. С помощью иконки Plus в Light Select Render Element. Затем делаем 4 копии этого источника света и также их добавляем в соответствующие Render Element. Интенсивность и цвет уже будем настраивать с помощью специальной Light Mix панели. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Итак, сцена готова для дальнейших экспериментов. Запускаем обычный Corona Frame Buffer, чтобы посмотреть как работает Light Mix режим. Открываем вкладку Light Mix и что мы видим? У нас есть все источники света, которые мы добавляли. В любой момент мы можем их выключить или включить по отдельности. Но это понятно, что во время интерактива это можно делать. Но особенность этого режима не в этом. Давайте я сделаю Render и после него покажу вам магию. В чем же заключается данная магия? Как можете заметить, Render закончился и я нажал кнопку Stop. Но в Light Mix вы все еще можете выключать или включать источники света. Включать их по отдельности, настраивать их интенсивность и конечно же менять цвет данного освещения. Мне кажется, что это очень классная возможность для проверки материалов и текстур. А также создание разных вариаций освещения уже после рендера. Итак, как работать с освещением в данной сцене я уже рассказал. Теперь приступаем к созданию Surface Imperfections на стакане и столе. Итак, заходим на сайт Polyagon и сразу качаем все нужные текстуры, которые пригодятся для стола и стакана. Если вдруг я захочу что-то доработать, то я думаю, что уже понятно, куда я буду возвращаться за нужными текстурами. Напоминаю, что текстуры находятся в Texture Surface Imperfections. Для урока Вам понадобится Hand Smooches 002 Hand Smooches Medium 001 Hand Smooches Type A Medium 001 Liquid Stain Strakes 005 Table Top Stains 001 и 002 mode Stain Strakes Table Top Kitchen 001 Table Top Dining 001 Dirt Vibes 019 Dirt Vibes 006 Water Droplets Large Complex 001 Rain Drops and Strix 001 Да, эта текстура дождя, но мне она очень нравится и ее можно использовать для стакана. Я думаю, что этого списка текстур будет достаточно для нашей задачи. Приступаем к созданию поверхностных дефектов. Я оставил лишь два источника света в LightMix. Так как это хорошее освещение для настройки потеков на стакане. Материал достаточно простой. Для начала загрузим текстуру Liquid Stain Strix 005 Подключим ее в слоты Diffuse Color, Reflect Color, Reflect Glossiness и Reflect Glossiness. В итоге Вы получите такой эффект. Давайте немного повернем камеру и посмотрим, как он выглядит в разном освещении. Для стакана еще можно использовать другие текстуры, которые мы качали и получить совсем другой эффект. Давайте посмотрим, что получится с Hand Smooches Medium 001. Но для ее настройки нам еще потребуется Corona Mix в слоте Reflect Color. Создаем эту карту и помещаем текстуру с Hand Smooches в ее Bottom Slot. Затем экспериментируем с настройкой Multiplier для Top Layer. В итоге Вы получите такой интересный эффект. При желании можно соединить Corona Mix со всеми слотами. И мне кажется, что так будет намного лучше. Возвращаемся к предыдущему эффекту и давайте с помощью карты нормалей добавим Rain Drops, о которых я говорил ранее. Единственное, что они будут выглядеть слишком резко, поэтому придется уменьшить значение Strength Multiplier. Например, поставить его равным 0.5. Но опять же, этот эффект добавляется по желанию. Сейчас лично мне он не нужен. Теперь давайте поработаем с материалом стола. Временно скрываем стакан и приступаем к настройке. Сразу же добавляем Corona Mix, который помещаем в Glossiness Slot. А ту текстуру, которая была в этом слоте, помещаем в Bottom Slot. А в Top Slot можно добавлять любую текстуру, которую скачали с поля Igon. Для создания поверхностных дефектов. Сначала попробуем Table Top Stains 002. В итоге, Вы увидите этот эффект. Единственное, что Вам нужно поменять, это тайлинг данной текстуры. Пускай он будет 5 на 5. Я думаю, если снова показать стакан, то пятна на столе будут соразмерны с ним. Можно даже сделать 6 на 6 и, как можете заметить, получился достаточно реалистичный эффект поверхности стола, на котором часто ставят кружку чая или еще какой-то напиток. При желании, можно поменять Mix operator на Substract и получить еще один интересный эффект. А так выглядит Table Top Kitchen текстура. Естественно, для каждой текстуры нужно подбирать свой тайлинг. Давайте я немного поверну камеру и посмотрим, как выглядит данный эффект с разным освещением. Поехали. 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 Р campaigns Economic по правилу Фринеля. То есть, когда она проявляется под определенным углом. Здесь тоже все очень просто. Добавляем еще один CoronaMix в Bottom слой, которого помещаем Diffuse. А в Top слой добавляем Dust Vibe, которую качали с Polyagon. Затем в Mixed Slot добавляем карту Falloff, чтобы получить эффект Фринеля. Для этого в ее настройках выбираем Фринель, Falloff Type. Таким образом, пыль или грязь будет видна под определенным углом. При желании, можно еще отредактировать кривую и сделать ее такого вида. С помощью нее, Вы можете уменьшить или увеличить эффект. В принципе, это все, что я хотел рассказать о Surface Imperfections в 3ds Max и Corona Renderer. Как видите, здесь нет ничего сложного. Нормально, тоже очень просто миксуется с Overlayer с помощью CoronaMix карты. Теперь давайте сделаем рендер с новым Denoiser, который недавно добавили в Corona Renderer. И сравним результат с ними без него. Выбираем Denoiser от Intel. Noise Level Limit равный 10. Denoiser Mount равный 1. И нажимаем Renderer. Затем выключаем Denoiser и рендерим результат с Noise Limit равный 2%. В итоге, мы имеем два рендера. Первый с Denoiser отрендерился за 1 минуты 35 секунд, второй без него 28 минут 28 секунд. Давайте сравним эти два рендера. Я буду сравнивать с помощью Firestone Image Viewer. В нем можно выбрать несколько изображений, нажать P и запустить сравнение. Таким образом, изображения будут привязаны друг к другу. И это очень удобно для анализа отличий между ними. Как видите, Denoiser не справился со своей задачей. При Noise Limit равный 10%. Результат без него и с двумя процентами, мне нравится намного больше. Но я думаю, чтобы сделать окончательный вывод, нужно будет провести еще несколько тестов в отдельном видео. Честно, я никогда не любил эти Denoiser, так как они слишком или размывали детали или работали очень плохо, делая изображение хуже. Поэтому лично я предпочитаю работать без них. Пускай это занимает намного дольше времени, но качество намного лучше. Возможно, я что-то не так настраиваю. Если у Вас есть замечания, ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!